Начало второго в Кирове и программа особое мнение в эфире. Я Анна Лапшина приветствую слушателей. Говорю здравствуйте гостю нашей студии Юрию Шлеминзону, депутату Кировской гордумы. Юрий Львович, добрый день. Добрый день. Напоминаю слушателям, что участвовать в эфире можете и вы через наш сайт, через форму анонсов. Пожалуйста, Юрию Львовичу вопросы задавайте. Ну и на нашем сайте после эфира сегодня появится аудио-видеозапись нашей с Юрием Львовичем беседы. Я бы хотела перекинуть, Юрий Львович, такой мостик от предыдущей нашей темы. В дневном развороте мы во втором часе разбирали... Давайте мы начнем с фразы, которую я обязан сказать, что все сказанное в эфире является моим оценочным мнением, суждением. И тогда мы запросим и вас, и меня от дальнейших последствий. Теперь приступаем к разговору. Да, спасибо. Переходим к разговору. В общем, мостик от нашего дневного разворота в особое мнение. Во втором часе были у нас родители Вальторфской школы, нашей школы, которая сейчас занимает помещение на Гайдара 4А и боится переселения. Им предложили в прошлом году срочно освободить помещение, которое, как я понимаю, мэрия планирует переделать под детский сад. Буквально там за две недели до начала учебного года они должны были это сделать. Предлагали им помещение на Крутиково 2Б. Вы в этом помещении были, насколько я понимаю, да, вот из беседы с нашими гостями? По просьбе участников этого процесса и в связи с тем, что мне потом пришлось принимать участие в работе комиссии городской, на которой были приглашены представители этой школы, я посещал это здание. Увидел, что за те сроки, которые рекомендует администрация провести это практически невозможно. Ну и затраты достаточно большие, хотя, как я понимаю, участие их были готовы пойти на этот вопрос, на решение вопроса. Ну и предложил пока перенести этот вопрос до лучшего способа решения этой проблемы. А вам, как кажется, какой должен быть вообще все-таки способ решения? Вот родители и директор школы рассказывают о том, что ладно бы ремонт, который надо сделать внутри, да? Там лестничные пролеты не соответствуют нормативам. Там все надо перестраивать. Вот это должны делать они или это все-таки должна делать администрация, которая выселяет людей из отремонтированного помещения в нет. Она не выселяет, она предлагает решать вопрос, будем так говорить, она предлагает. Предлагает. Да, насильственного переселения не было, но и вторая сторона вправе принимать нужные ей решения. Я думаю, что в дальнейшем администрация или представители администрации будут меняемо смотреть на данную проблему, и она найдет свое решение. То есть вы найдете, что договорятся? Я думаю, что все же да. Вижу перспективу. Такого, чтобы в июне месяце этого года их высели или такого нет? У нас, конечно, есть среди чиновников революционеров, но я думаю, что обойдется без этого. По крайней мере, депутаты будут контролировать. Конечно, очень бы не хотелось. Вот они жаловались на то, что нехватка помещений приспособленных для подобного в городе есть. Понятно, что если бы так было легко, то и подсадики не пришлось бы искать помещения, которые ранее были отданы, и сейчас они переформатированы, и невозможно даже их перестроить, или затраты превышают строительство нового садика. Такое же тоже есть. Мы же знаем, что десятки садиков в 90-е годы были переданы коммерческим структурам в связи с отсутствием необходимости в их эксплуатации. Ну, просто муниципалитету было их накладно содержать. И не было необходимых потребностей, чтобы был генографический спад, он может еще произойти, но пока у нас есть потребность. Соответственно, город строит успешно в садике, в хорошем качестве, как мы видим, садики строятся. Но это не быстрый процесс, к сожалению. Да, не быстрый процесс, он затратный достаточно. Без помощи федералам, понимаем, что мы этот вопрос вообще практически не решаем. Но так как идет центр к нам навстречу, то надо максимально использовать эти возможности, готовиться к таким вещам, подыскивать вовремя землю, проекты предлагать. Тогда это дает свой результат. Мы вот видели на лицо, что шесть садиков уже запускается. Запускается в ближайшее время. Да, и мы думаем, что тогда и решится проблема доступности садиков и логистический доступ. Значит, еще четыре в этом году должны сложить. Дети будут все же из ближайших домов и поселений попадать в садик, а не ехать там десятки километров, когда из центра города дают в русском или еще в других местах. У нас такие прецеденты уже были. Но вот все-таки не хотелось бы, да, чтобы вопрос нехватки детских садов решался за счет других образовательных учреждений. Не важно, частные или нечастные. Как минимум, всегда надо договариваться. То есть, в общем, у нас это частое партнерство должно развиваться. А оно у нас в таком угнетенно-зачаточном состоянии находится, что считаю очень неверно. Но в другом оно и не будет, Юрий Львович. Если людям говорят, вот вы сейчас отремонтируйте, потом мы вас отсюда высели, мы дадим вам еще одно помещение, которое вы тоже можете отремонтировать. Ну, это же хорошо. А же люди будут отремонтировать. Ну да, только очень жаль, да, что это не взаимный процесс. Юрий Шлеминзон, депутат Кировской гордумы. В нашей студии еще одна тема городская, которую с вами хотела обсудить. Как вы оцениваете очистку нашего города после вчерашнего снегопада? Очистка вопрос очень серьезный. И он, на самом деле, серьезный не только в городе Кирове, но и во многих городах Российской Федерации. Но мы про Киров сейчас. Да. Даже положительные моменты очистки города, которые я видел, они есть. Потому что увидеть асфальт без снега, это такая почти что достопримечательность. В конце января? Да. Я вчера на Октябрьском проспекте наблюдала в районе Синферской академии. Ну, к чему это привело? Вот я обратил внимание, мне пришлось в выходные немного перемещаться по городу. Именно как раз по центральным агентствам. Мы про боковые улицы и старостепенные не вспоминаем. Чего добивалась администрация, чтобы трафик общественного транспорта и больших потоков все же обеспечить. Так как мы видим, что простой общественного транспорта реально практически не было. Но у нас люди отучились ездить по асфальту в зимний период, забывая, что шипованные колеса на асфальте, это все равно, что на коньках немножко кататься. Поэтому за субботу-воскресенье десятки аварий были именно на переклесках, когда люди тормозили. И машина заносила. Не заносила, они стучались друг об дружку и так далее и так далее и так далее и так далее. То есть режим выбирался неправильный, хотя дорога чистая была. Юрий Львович, вот эта история... При правильном торможении это всегда объективно. Все должно быть хорошо. С очисткой центральных магистральных улиц до асфальта. Она вам как кажется... Вот это она послужила причиной того, что второстепенные улицы не прочищены? Или это что-то другое повлияло? Я увидела у вас в Фейсбуке фотографии. Вы там выложили как это, дорожный слалом? Дорожный слалом, да. Да, вот когда улицы вот так вот просто идут. Это вызвано чем вот этот дорожный слалом вызван? Что особенно улицы в центральной части города... Маленькие и узкие. Да, не в этом дело. Организация уборки таких улиц должна проходить в определенном порядке. Чего, к сожалению, разговоры об этом идут, но не происходит. О чем я хочу сказать? В каком порядке, да? Должны существовать дорожные знаки. Четкая и нечеткая сторона, которая позволит... По парковке. Которая позволит в определенный четкий день переставлять автомобиль и проводить уборку... Механизированную уборку, неручную уборку. Потому что у нас дошло, чтобы вручную некоторые дороги убираются. Серьезно, я пока не видела. Вот я видел вот там, вот ту дорогу, которую... Вы выкладывали? ...вчера или позавчера. Простите, я не поняла, это улица Труда была? Это Мопро. Ее почистили механически, а потом почищали. В связи с тем, что уже опять набежали. Вы видели, напарковали машины, они стали почищать вручную даже. Так. Вот сама структура работы по очистке города следует провести очень внимательный подход. То есть это что такое очистка? Это такой же производственный процесс. И этим, конечно, должны заниматься те люди, которые в этом понимают, как производится логистика уборки городских пространств. Так. Это не тракторист или водитель машины отвечает за уборки улиц. Его начальник отвечает. Его руководители, инженеры, которых надо привлекать. Это одна часть вопроса. Второе, мы знаем, что полностью отсутствует линейный контроль, как при ремонте дорожных покрытий и при уборке города. Та контрольная служба, которая существует в ДДХ, полтора человека с откладом нескольких тысяч рублей. Да, боксом с откладом полтора человека. Полтора человека. То получается как? Мы делаем вид, что работаем, а они делают вид, что платят. И в результате выничивает... Та псевдоэкономия по сокращению штатов таких организаций приводит к тому, что мы имеем огромнейшие затраты в дальнейшем по большому делу в той самой уборке. При отсутствии линейного контроля ежедневного, ежесуточного, мы не можем быстро корректировать результаты работы, а их надо корректировать. И отсутствие вот этого процесса априори в городе Кирове приводит к тому, что мы видим, при еще низкой финансировании вопроса, приводит к тому, что мы видим. Хотя изменения, конечно, они и есть. Но, в моем понимании, не очень правильная организация уборки стрига приводит к тому, что мы забываем про тротуары, ну, не делаем их вообще практически, и со второстепенной улицей, по которым тоже достаточно немалый трафик, особенно в городе. Но не общественного транспорта. Да, не общественного транспорта, ну и потоки, будем говорить, жителей тоже намного меньше. Это не препятствует. Хорошо, а как решить-то проблему? Полтора человека. В бюджете денег нет на то, чтобы 10 дать. А кто сказал, что нет? А есть? Во-первых, те организации должны обращаться к руководству, к депутатам, потому что существует какая-то проблема. Обращались? Вот, к сожалению, не обращались, хотя я об этом уже говорил. И депутаты достаточно меняемые людей найдут, наверное, возможность рассмотреть их проблемы с руководством города и найти решение. Компромисс. Не компромисс, а решение. Решение. Какого компромисса не должно быть? Понятно. Это не те суммы, о которых мы говорим, на самом деле. Это не глобальное решение проблемы. Я говорю, не суммы на уборку. Я поняла. Суммы на содержание людей, которые контролируют. Ну, это, будем говорить, такая административная вещь. Были снижены тарифы на вывозку снега. Вот. Притом значительно. Вот. И все наши эксперты говорят, что завал в Кирове связан и с этим в том числе. Потому что невыгодный снег стал вывозить. Я не говорю, что 100% в этом все доли. Ну, во-первых, мы привыкли к большой марши. Тоже фактор не надо забывать. Прибыль упала людей, которые вывозят снег. И поэтому субподрядчиков найти на этот процесс стало очень сложно. Хотя исполнитель контракта, согласно договору, все равно обязан это делать. Юрий Львович, скажите мне, пожалуйста, вот на общественной палате эта история с уборкой города после первого большого снегопада, там в среду 16-го, по-моему, да? Да, я, к сожалению, отсутствовал, мне не было. Она обсуждалась. Нет, я сейчас просто вам хочу сказать, она обсуждалась на общественной палате достаточно широко. Там группа по контролю за дорогами собиралась, и представители ДДХ там были. Пытались добиться от представителей ДДХ ответа на вопрос. Если в городе такая ситуация, они сами это видят, действительно, ведь они там в том числе и проблемы свои тоже обозначают, да? То почему ставится подрядчику оценка 4,5 пала из 5? Вот я еще раз возвращаюсь к вопросу линейного контроля. То есть они не заметили это, что ли? Не заметили? Конечно. Что где-то плохо. То есть там, где хорошо заметили, а где плохо не заметили. Некому смотреть. Ну, во-первых, мы не будем забывать, что у нас исполнительных заказов кто? Кто? Муниципальное предприятие. Ну, может, муниципалитет заказывает свое муниципальное предприятие, как вы думаете? Ну, логично это, нет? Ну, наверное, не совсем логично, но выход-то какой-то должен же быть из этой истории. Вот я к чему веду, что должен быть систематический, безъясненный контроль. На 20 месяцев контракт. Он только-только вот стартовал. То есть нам еще с этим и следующую зиму жить. Я надеюсь, что будет налажен линейный контроль. Будет правильная характеристика. Ну, они в контракте прописаны условия выставления оценок, да? И тогда, если правильно выставлять оценки, а при правильном выставлении оценок потери у исполнителя заказа достаточно существенны. Если его будут финансово наказывать, то он тут же начнет работать так, как нам понравится. Совершенно верно. Юрий Шлемензон, депутат Кировской гордумы в нашей студии. Да, у нас время небольшого перерыва и вернемся. Юрий Шлемензон в нашей студии, депутат Кировской гордумы. Переходим к еще одному городскому вопросу. Ну, речь идет о нашей мусорной реформе, которую мы обсуждаем на протяжении уже больше, чем года. Достопримечательности всей страны. Да, достопримечательности всей страны. Юрий Львович, у нас... Это задает очень много вопросов. В студии участились в последнее время обращения радиослушателей. Это вот, ну, как бы, реально бывает и один звонок... Я не знаю, как у вас в студии, но... В день и пять звонков в день. Я в декабре месяце проводил... Ну, прием и общественные советы, до которых... Это у нас по району есть, в моем округе, много общественных советов. В отличие от других, округов, мне приходится там в четырех, в пяти принимать участие. И там, соответственно, граждане приходят на общественные советы и задают актуальные вопросы современности. Ну, особенно, в основном, касающиеся коммунальных услуг и других. В том числе, да. В том числе, реформы мусорные. Конечно, очень плохо, что вот случилось то, что случилось. Потому что я еще сам принимаю... Так, подождите, конкретизируйте. Это по поводу... Будем говорить, ну, баковых, как их правильно назвать... По поводу контейнеров? Контейнеров, да. Которыми используется... И договоров на... Да, которыми пользуется частный сектор. На частный... Я сам принимал активное участие в компании. Три года назад это начиналось, по-моему, где-то так. Я уже позже принял участие. Я сам на встречах с гражданами объяснял актуальность этого процесса. Гражданам всем разъясняли, как это важно, чтобы у каждого был контейнер свой. Организовывали встречу представителей САХа с населением для подписания договоров. И это проходило в таком массовом... Не было свалок нецивилизованных, чтобы каждый выбрасывал мусор, как я. По официальному управлению приходилось тратить достаточно большие средства на устранение этих свалок. И... Уговорили, добились. Да, реально была такая хорошая подвижка. Люди прислушались. Прислушались, понравилось это. Могу сказать, что в Канинтерне, в Порошино... Но в многих местах появились контейнеры, которых пользовалось население. Это маленькие такие бачки, их можно видеть. Да, по-разному. А 250 литров там, ну, разные были всякие. И процесс... Кому-то эти бачки в кредит выдавались, с рассрочкой. Ну, в общем, процесс пошел. Кто-то покупал. И стало заметно, что количество свалок стало сокращаться реально. Город стало чешно. Ну, и было стало удобно. Я про 14 округа, я не знаю, как город. Хорошо, в 14 округе стало чешно. Но в определенных местах стало намного чище. Благодаря этому процессу. И сейчас, когда объясняют, что вы... Вот все это хорошо, мы вам контейнеры оставим, но это будет дополнительная услуга. Которую вы должны дополнительно оплачивать. К тарифу, который задает очень много вопросов, в моем понимании. Об основном величины тарифов. А тариф у нас квадратного метра. Мы не будем говорить про квадрат... Давайте мы остановимся. Не будем. Не квадратные метры или люди, я думаю, что все равно мы перейдем на оплату с человека. Квадратный метр мы забудем. Что происходит во многих регионах Российской Федерации. Я думаю, что здравый смысл возобладает на территории Кировской области. Юрий Львович, а давайте вот вы скажете примерно когда. А вдруг вы угадаете? Я не буду загадывать. Ну, хотя бы в этом году? В этом году. В этом году. Надеюсь, что в этом году. А вот по самой величине тарифа, я даже собираюсь на следующем заседании городской группы поделить вопрос об организации рабочей группы по определению обоснованности существующего тарифа. Это мы сейчас говорим о тарифе за кубометр. Об этом. Нет? Нет, это о вывозке ТБО. Это уже сначала региональная наша структура определяет саму величину тарифа, а способ его использования к населению и коммерческим структурам определяет постановление правительства Кировской области. Ну, вот тот тариф, который РСТ утвердил, это тариф с кубометра, то есть с объемом мусора. Мы о нем сейчас говорим. О нем говорим, да. У меня лично есть ряд вопросов об основанности величины тарифа. Во-первых, самый первый вопрос. Услуга изменилась в качестве или в объеме? Вопрос большой, да? Успорно. Некие постановления Верховного суда Российской Федерации говорят о том, что рост тарифа может быть объективным в результате макроэкономических изменений каких-либо, инфляция влияет, стоимость топлива, да. Но без отрыва от этого тариф увеличивать нельзя. У нас многократный рост тариф. Мы уже платили от 1,8 рубля примерно при содержании общих услуг по дому. До 2,5 рубля, по-моему. До 4 рубля. У нас есть старательные управляющие компании, которые в основном это были муниципальные компании, у которых тариф был побольше, чем у других. Они хорошо очень работают, поэтому у них тариф большой. У них красивые очень контейнерные площадки. Да, да, да. Их много, и качественные. Они убирались очень хорошо. Ну, там тариф доходил до 4 рубля. И сейчас мы понимаем, что тариф как-то многократно увеличился. Значит, должно быть обоснование. Да, мы понимаем, что все ссылки на постановление правительства о том, что теперь мусорная реформа положена в течение вселения, тоже понятно. Но другого способа решения, к сожалению, у нас не существует. Государство не может, оно находится в таком форме или состоянии, что сейчас не может решить нашу мусорную проблему, которая многие десятилетия не решалась. Потому что во многих населенных пунктах, и в советской власти, если мы ее вспомним, мы ее еще хорошо помним, не существовала система уборки мусора. Вываливали в овраги, туда-сюда и находили способ утилизации мусора. Раз это возложено на плечи населения теперь, то давайте теперь будем контролировать те затраты, которые должно нанести население. Если они объективные, то мы их несем. Если они завышены маржинальная величина, там, превышают аппетиты наших бизнесменов, мы с вами знаем. Кушать всем хочется. Да, ну, там, например, из составляющих нашего тарифа, да, тарифа для регоператора, величина амортизации техники 3 года. А почему не 10 или 15 лет? Мне надо строить новые площадки, понимаем. В общем, вопросов много. Все ли за счет населения, да? Величина транспортных затрат вызывает у меня лично масса вопросов. Те вопросы, которые мы задавали на разных комиссиях, мы ответы не получили, почему она такая маленькая. Я шучу, конечно. Так, когда рабочие? Там, величина, каска, я не знаю, это примет ли решение Думы. Это я хочу выйти с предложения по организации. Это будет завтра? Завтра вы будете предложение озвучивать? Да. Завтра на заседании? Да. Может, Дума не примет это решение. Но я считаю, что, Дума, вообще по этому вопросу ни разу не высказывалось. Депутаты высказывались. Консолидировано. Да, вот сама Дума. Поэтому я считаю, что, так как вы все публичные люди, Дума это орган населения, то Дума должна высказать свое отношение к правилам, к тарифам, ну и другим составляющим этого сложного, приятного процесса, как национальная реформа. Юрий Шлемензон, в нашей студии депутат Кировской гордомы. Я думаю, что до перерыва мы как раз успеем начать одну тему, которая завтра, как я понимаю, на заседании гордома будет подниматься. Речь идет об энергосервисном контракте, который город наш заключает. Да, там есть в повестке, Илья Вячеславович Шульгин должен рассказать о перспективах и выполнении энергосервисного контракта. Так, вы смотрите на этот контракт и вообще на всю эту ситуацию с оптимизмом или наоборот? Я смотрю с оптимизмом, это нужно делать, но вопросы по энергосервисному контракту я как задавался у Юрия Вячеславовича на заседаниях комиссии, у меня есть. Озвучьте, пожалуйста, какие? Ну, по-самому, во-первых, техническое задание было не доведено до депутатов, что было оговорено на предыдущих заседаниях перед согласованием контракта. То есть вы его не видели? Мы его не видели. Так. Потом он появился. Значит, способ выполнения контракта, даже если мы на все все отбросим, все возникающие вопросы, их там у каждого много, да? Угу. То я, как депутат, буду делать при выполнении упор на одну составляющую. Это она прописана в контракте, это освещенность, определенная освещенность, которая должна быть в каждой точке. Дорог. Так, это уровень освещенность. Я не освещенность сюда. И буду, так сказать, что пристально пытаться замерять литературу. Так как мы знаем, что у нас в городе Кирове, так называемое одностороннее освещение. Это вы имеете в виду, что у нас одна сторона улицы освещается, а вторая в это время нет. Рядом отдыхает. Отдыхает. И в моем понимании, как уже инженер учился немножко, немножко полный курс закончил, придется ставить или дополнительные мачты освещения, или мачты выносить на дорожную часть. И светильники должны быть достаточно высокой мощности. То есть, светильниками по 80-100 Вт не обойтись. Придется, наверное, применять это максимально как 160 Вт. Есть вопросы по срокам службы. Вот я промониторил, показывает, что на срок выполнения контракта, о чем мы говорим, существует, пока только на территории Российской Федерации продается одно определенное фильмы, Симонс, светильники, которые позволяют работать от 600 до 100 тысяч часов. Понятно, что они стоят другую, чем простые уличные светильники. У этих светильников с таким стройкой эксплуатации 14-кратное покрытие существует. Определенное, или там очень еще значение, линза имеет. То есть, она не должна за 7 лет у нас потрескаться, выйти из строя под воздействием осадков и температурных режимов. То есть, эти лампы, на самом деле, если использовать правильно, они достаточно дорогие. Узная нежадность через работу наших исполнителей контракта, мы понимаем, что никто за суперценой не погонится. Но вместе с тем, они придется... Будут экономить. Будут экономить. Ну, это логично. Они же деньги пришли зарабатывать сюда. Величину освещенности все равно придется выполнять. Вот за этим мы будем следить. Так как сейчас условия контракта нужно не изменить. Как бы были вопросы, может... Приоритетом служило то, что город не вкладывает деньги, и мы получаем... За бесплатно. Пока за бесплатно. Пока за бесплатно. Продолжение следует... А к концу седьмого года, скорее всего, надо будет менять все лампочки. Ну да, скорее всего, да. Ну, вот, очень будет интересно сравнить. 21 декабря правительство Москвы объявило о конкурсе по замене 50 тысяч светильников центральной части. Или в Гнезападе не было? В каком-то из районов столицы. В большом районе столицы. Потому что в Москве оценивали около 600 тысяч светильников. Вот они часами меняют. В них вот раз 50 тысяч. Ну, примерно половина энергоконтракта, которые есть в городе Кирове. Ну, пойдут торги, они еще там не прошли. Но если они цены, то я смотрю на что это выдавается. И какие лампочки закупают в Москве? И какие в Кирове? Да, совершенно верно. Юрий Шемензон, депутат Кировской гордумы. Я вот просто прям надеюсь на то, что после того, как вы сравните это все, вы придете к нам и расскажете. Все-таки Киров живет так же, как Москва, или хуже? Будет стараться жить так? Ну, будем стараться, да. Не знаю, правда, будут нам мешать в этом смысле кто-то или нет. У нас сейчас реклама впереди, и через две минуты мы вернемся. Продолжаем особые мнения. Юрий Шемензон в нашей студии. Я напоминаю еще один городской вопрос. Тоже важный, как мне кажется. Это история с кировским трамплином на Филейке. Мы обсуждаем ее, начиная с вчерашнего дня и еще с пятницы. 24 января замглава администрации Лариса Копесова, курирующая социальную сферу, на заседании комиссии Гордумы по соцвопросам, озвучила планы по сносу трамплина. Речь идет вот о большом трамплине, том самом, который сдавали в 1951 году. И если я не ошибаюсь, на тот момент он был самым большим в Советском Союзе, самым высокого уровня, высокого класса соревнований. Это такая историческая особенность. Но последние 10-15 лет он ветшает-ветшает. И, видимо, сейчас его состояние таково, что даже замглава администрации говорит о том, что нужно его снести. 90 метров трамплин. Илья Шульгин вчера, после того, как эта тема уже широко начала обсуждаться в социальных сетях, заявил о том, что все-таки собирается провести совещание с представителями общественности, спорта и отраслевых органов по поводу судьбы трамплина К-90 на филейке. Пройдет на этой неделе, конкретная дата не определена. Что вы думаете, Юрий Иванович? Я вчера, когда тему это обозначала, я написала, что сносить нельзя оставить, без запятой. Я не знаю реально его технического состояния, потому что некий воздействие природных факторов может привести к тому, что может произойти разрушение. Он просто небезопасен. Он как объект спортивный небезопасен. Ну, я не говорю как объект именно спорта. Можно его использовать и по другим назначениям. А по каким? Ну, и у нас есть достаточно много умных людей, которые могут придумывать. Можно сделать, первое, что не бросается в глаза, это не стенку, по которой могут скалолазанием заниматься. Или других видов спорта. Не как трамплин используются. Я поняла. Как спортивный вид, но с меньшей нагрузкой. Есть города, где такие сооружения используются как суперинсталляции. Ну, арт-объект какой-то. Да, как арт-объект, в котором потом масса туристов, вокруг него растет инфраструктура продажи всего и вся. И делать... Ну, это, конечно, не подобный объект. Вот взять вот эти железные деревья в городе Сингапур, вокруг которых возник сад. И там сейчас десятки, какие десятки, тысячи туристов приходят, оставляют деньги. Ну, Киров не Сингапур, к сожалению. Конечно, да. Конечно. Ну, есть в других городах, где использовались там старые мосты, с которых делали прекрасные зеленые инсталляции. Я думаю, что есть люди, которые в этом понимают намного больше, чем я. Вот смотрите. И его применение, если это не несет опасности жизни людей, надо как-то использовать, разрушить просто... То есть вы скорее за то, чтобы оставить? Если на этом месте есть умное, разумное решение что-либо сделать, и для этого есть средства у инвесторов, ну, у города, понятно, что их нет, то может тогда пойти, ну, я имею в виду не только жилые дома там сразу строить, а что-то другое, имеющее общее пользование для населения города. То тоже можно пойти, вообще, ну, его снести. То есть варианты можно проработать? Да, прорабатывать надо. Но у меня есть ощущение, что не прорабатывались ведь и раньше, потому что, Юрий Львович, эта тема со сносом, не сносом трамплина, она не вчера началась. Я не очень уверен. Во-первых, он может прорабатывать с компетентными людьми и некомпетентными людьми, да? Я думаю, что есть мысль, может, каких-то огородних специалистов пригласить, объявить конкурс по способам реализации, не самое дорогостоящее мероприятие, и потом применить условия на реализацию этого конкурса в городе Кирове. Ну, сейчас стесняться, если сами не можем придумать, мы можем приглашать тех, кто умеет этого придумывать. Правильно ли я... Я думаю, что вот в рамках вот этого года дизайна, который у нас будет проходить, да? Киров, столица, столица российского дизайна. То она... К ведущему. Там будет, я понимаю, что много дискуссионных площадок, ну, и там, развивающих площадок. Ну, правда, почему одной из площадок не сделать способ использования вот этого объекта и получить какой-то результат, который можно будет использовать в дальнейшем? И сюда приедут достаточно компетентные люди, то есть, ну, в таких вопросах. Так, и правильно ли я вас поняла, что вы выступаете за то, чтобы все работы, которые будут произведены на трамплине в случае там, ну, какого-то варианта с его сохранением, чтобы все работы делались за счет инвестора? Или город все-таки должен сколько-то вложиться в объект, который, ну, фактически там историческая память? Я думаю, что и город пойдет навстречу, у нас уже будут средства в рамках юбилея города какие-то, появятся. Может, из-за этого, возможно, будет взять средства. Может, город организует какой-то другой способ выделения средств на этот объект. Надо сначала понять... Вообще что? ...что мы будем там делать и сколько для этого надо средств. До этого гадать на кофейные гущины просто не серьезно. А потом уже думать, откуда их привлекать. Да. Могут быть самые такие проекты, может, кто-то их назовет странными. Ну, это имеет право на жизнь, это надо обсуждать. Только очень хотелось, чтобы это обсуждали просто компетентные люди, а не делать такое публичное пропагандистское мероприятие всего этого. Вот все-таки, если ситуация сложится так, что не найдется никакого проекта интересного, никакого инвестора, который готов в эти проекты вложиться, и будет стоять выбор. Либо мы поддерживаем этот объект как объект исторической памяти, там, да, какой-то, ну, вот, реально, там, за бюджетные деньги. Вот, либо сносим. Вы тогда какой вариант выберете? Просто так поддерживать. Ну, как, что значит, поддерживать? Это неправильно. Ну, вот стоит просто и стоит. Это неправильно. Нет, это неправильно. Это приведет к каким-нибудь бедам. Нет инвестора, значит, до свидания. Но город должен обеспокоиться. Должен, конечно, обеспокоиться. А кто, кроме города, этим должен заниматься? В первую очередь, конечно, город, ну, я имею в виду, администрация должна этим заниматься. В общем, я очень надеюсь, что она на той рабочей группе, которая, не знаю, там, рабочая группа совещаний, которая пройдет в город администрации на этой неделе, которая была на силу. Ну, я думаю, что она еще не одна будет по этому объекту. Все-таки какие-то механизмы... Это решение надо находить, просто так бросать объект. У нас и так хватает таких зданий брошенных, и у которых уже и собственника нет, и поэтому вызывает, например, на округе есть не один десяток помещений, по которым очень небезопасных, они не ограждены, не могут найти собственников. И это вызывает много вопросов на нас. Юрий Львович, вот это какая-то вообще невозможная совершенно ситуация, когда город администрации говорит, что мы не можем найти собственника объекта. Такое ощущение, знаете, вот мы в электронном с вами мире уже живем. Ну, они не все... У всех там уже отпечатки пальцев сданы во время получения паспорта. Понимаете, что вот я занимался неким объектом, они даже не проживают на территории Кировской области. Ну и что? Где-то же они проживают. Где-то они проживают. Не всегда известные адреса. Ну, я думаю, что большого желания искать за таких мелочей нашим органам не хочется. А вот когда там ребенок какой-нибудь пострадает на этом заброшенном объекте, да, все сразу же быстренько собственника найдут, посадят его в СИЗО, а потом... Ну, я писал обращение к прокуратуру по определенному зданию, что не принимаются меры по организации обеспечения безопасности. К сожалению. Печальная история. Я не знаю, у нас остается с вами две минуты. Я бы хотела вас спросить еще по теме формирования, проекта формирования комфортной городской среды. Выяснилось у нас не так давно, что, ну, фактически Киров, если можно так сказать, провалил эту программу, потому что часть денег не освоили, часть работ не приняли. И вот вчера накануне Илья Шульгин на совещании сказал о том, что люди, которые были виновны в этом исполнителе, да, вот этих всех вещей, начиная от самых там небольших исполнителей до самых высоких, должны быть наказывать. То есть какие-то дисциплинарные меры будут к ним предприняты, и если до конца мая ситуация не будет исправлена, эти люди будут уволены. И вот здесь интересный вопрос, на самом деле. То есть эти люди, они исполнители, они не зловредные какие-то там, да, персонажи. Мне так кажется, что все-таки тут вопрос-то ведь в контрактах, в сроках. Люди-то почему должны в сроках? Мы возвращаемся. Или же они все-таки виноваты? Конечно, виноваты. Виноваты. Да, они в сроке, которое надо предусмотрено было бы правильно провести, торги и составить технические здания, они все составили. Проморгали? Да, ничего не проморгали. Мы делаем вид, что работаем, товарищи делают вид, что им платят. Вот и результат такой жизни на территории не только Кирова, а всей Российской Федерации. Хорошо, эти меры, которые обещаны, карательные, они возымеют действия, как вам кажется? Ну, в какой-то мере, наверное. Ну, по крайней мере, мы знаем, что сейчас поставлены сроки, они не сейчас, они поставлены еще в прошлом году, по формированию технических заданий, сроки проведения торгов. Потому что мы узнали, что торги проводились в предыдущие периоды, там уже осенью, когда работать-то уже нельзя было выполнять эти работы. Опять же, возвращаемся к контролю за выполнением работы, который отсутствовал практически везде, в леденном контроле, период исполнения работы. Контролированы были только вот жители, не всех дворов, некоторые дворы подходили. Там, где были активные жители, там контролировали. Там контролировали, да, и заделку щели, и там заделку дорожного покрытия после взятия анализов, материалов на анализ. Где были активные жители, там ремонты проходили, там и исправляли то, что положено делать. А где проходили мимо, и некоторые даже не знали, что у них тут по программе происходят события, нам должны, когда-то людям объясняют, что никто вам уже ничего давно не должен, это ваша собственность. Вам помогают. Вот перелом сознания, я не знаю, всего ли города, по крайней мере в 14 округе, это сознание не изменилось. Это все, кто-то дядя должен прийти, а то, что двор является вашей долевой собственностью, ну, наверное, у 90% проживающих в создании еще не отразилось. Такого понимания. Да, к сожалению, это очень плохо. В общем, несмотря на то, что обещаны карательные меры в отношении чиновников, контролирующих программу формирования комфортной городской среды, мы жителей, жителей призываем быть активнее. Юрюш Лемензон, депутат Кировской городу, мы благодаря его за особое мнение. На этом прощаемся, всем до свидания. До свидания.